Всем привет! Вы на канале Советы стоматолога, и наконец-то у меня дошли руки до пасты Colgate Sensitive Pro Relief, которая обещает нам мгновенно и надолго снизить чувствительность зубов. На боковой поверхности указывается, что здесь используется эксклюзивная технология ProArgin, которую используют стоматологи для устранения проблемы чувствительности зубов у пациентов. Честно скажу, не знаю про такую технологию, я лично пользуюсь другими средствами, но ладно. Итак, как возникает чувствительность зубов? При опускании десен и повреждении эмали оголяются тысячи микроскопических канальцев, ведущих к нервным окончаниям зуба. Когда зубы контактируют с горячим, холодным или сладким, раздражение передается к нервным окончаниям зубов, вызывая болевые ощущения. Также нам тут все это продемонстрировано на картинках. И как действует Colgate Sensitive Pro Relief? Она запечатывает канальцы, ведущие к чувствительным зубным нервам, блокируя болезненные ощущения. И при регулярном использовании создают долговременный защитный барьер, препятствующий появлению повышенной чувствительности. И что могу сказать от себя? Я тестировала эту пасту на пациентах, было одно время, когда я ее рекомендовала. Эффект действительно есть, но есть средства более эффективные. Если мы берем что-то из этой ценовой категории, то именно по действию в плане снятия чувствительности паста неплохая. Но опять же я жду ваших отзывов, комментариях, помогла вам эта паста или нет. Мне очень интересно. И теперь давайте мы с вами перейдем к составу. Посмотрим, что здесь интересное. И на первом месте идет абразив, это карбонат кальция, за счет которого паста имеет очищающие свойства. Индекс абразивности, кстати, если запрашивать информацию на горячей линии, здесь меньше 100. Вот так мне ответили, что у паста для чувствительных зубов такой индекс абразивности. А уж какой он именно, 20 или 99, я вам не скажу. Дальше. Двигаемся по составу и видим аргинин. Это L-аргинин. Он тормозит рост патогенов и формирование бактериальных биоплюнов в ртовой полости. Влияет на объем бактериальной массы, образованной разными бактериальными штаммами. Тем самым поддерживает здоровье зубов. Но этот же компонент в сочетании с карбонатом кальция и монофторфосфатом натрия запечатывает дентильные канальцы и хорошо борется с чувствительностью зубов. Это правда. Дальше мы видим как раз монофторфосфат натрия, а перед ним содиум лаурилсульфат. Неизменный компонент всех, мне кажется, паст колгейт. Он заставляет пасту пениться и агрессивно действует на слизистую полость рта. И за это всегда большой минус. Двигаемся дальше по составу и видим еще один абразив. Это бикарбонат натрия, после которого идет тетранатрия пирофосфат. Используется как стабилизатор кислотности, плюс он замедляет образование зубного камня. Сахарин натрия подсластитель. Бензиловый спирт относится к консервантам, имеет средний фактор опасности. Тот же лимонен, это отдушка со средним фактором опасности. И последний компонент, это краситель белого цвета, он же диоксид титана, который многие так не любят в пастах. И на этом все. И давайте теперь откроем упаковку и посмотрим на саму пасту. Тюбик стандартный, здесь 75 миллилитров. Даже есть защитная мембрана, за это всегда большой плюс. Я даже удивлена, если честно. И защитная мембрана настолько хорошо приклеена, что у меня даже не получилось ее снять. Поэтому я распечатала пасту вот таким образом. Ну и паста обычного белого цвета. Моя оценка 5-6 из 10. В плане эффективности борьбы с чувствительностью паста хорошая. Я в практике видела ее результаты, но относительно состава посредственно. Есть CLS, который я не люблю. Есть фторит, который ограничивает использование пасты у пациентов с флюорозом. И, конечно, индекс абразивности меня немножко настораживает. В общем, если вас мучает чувствительность, попробуйте и поделитесь впечатлениями в комментариях. На этом все. Увидимся в следующем обзоре. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok